МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работающие граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к 1. То есть практически 1 к 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. А значит, и доходы сегодняшних и будущих пенсионеров. Президент внес ряд предложений, существенно смягчающих изменения. Для женщин пенсионный возраст будет повышен не на 8, а на 5 лет. С 55 лет до 60. Появится возможность выхода на досрочный заслуженный отдых для многодетных матерей. Сохраняются и все региональные льготы для пенсионеров. А те, кто в ближайшие два года выходит на пенсию, имеют право выйти на заслуженный отдых на 6 месяцев раньше нового пенсионного возраста. Из увольнения людей предпенсионного возраста будет установлена административная и даже уголовная ответственность. Сергей Морозов обратил особое внимание на слова президента о том, что необходимо активно заниматься оздоровлением людей. Нам очень важно не только сохранить, но и нужно даже развить эти дополнительные мероподдержки людей предпенсионного и пенсионного возраста. Дополнительные мероподдержки будут доказаны людям при прихождении санитарно-курортного лечения, а также по газификации, водоснабжению и обеспечению льготного проезда. Выразили поддержку инициативу президента и депутата от «Единой России». Ведь во многом они совпадают с теми предложениями, которые озвучивались на заседании Генерального совета партии. Для меня это очень долгожданное и очень знаковое заявление, обращение президента к гражданам Российской Федерации, который сейчас прозвучал. Знаковое, прежде всего, потому что мы ведь поддержали в первом чтении идею необходимости внесения изменений в законодательство. Ульяновские депутаты направили федеральным коллегам более 20 предложений по улучшению пенсионного законодательства. Перед вторым чтением будут и другие предложения. Часть из них уже известна сейчас и касается в первую очередь регионального уровня. Региональное отделение вышло с предложением о сокращении, соответственно, всех региональных льгот для депутатов законодательного собрания. А также я сегодня озвучил предложение о том, что, конечно, депутаты законодательного собрания должны рассмотреть вопросы о том, чтобы как можно больше людей работало в законодательном собрании, не получая заработной платы, то есть на неосвобожденной основе для того, чтобы с аккумулированными средствами можно было направлять в бюджетную сферу. 6 сентября законодательное собрание соберется на свое внеочередное заседание. На нем будут рассмотрены законопроекты, основу для которых составили предложения губернатора и депутатов по совершенствованию пенсионного законодательства. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.